Привет, это Технозон. Сегодня у нас на обзоре видео Дорбелл. Это дверной звонок. Умный дверной звонок, черт возьми. Много раз меня уже просили начать тему умного дома. Как-то начнем вообще это все с дверного звонка. Покупал я его на Бангуде. Классный интернет-магазин. Кстати, звонок-то неплохой. Я уже им играл за тут и звонил. И, короче, что ты с ним не делал? Дальше будет распаковка. Он уже здесь распакован. Я его так сразу покажу. Слушайте, ну крутая штука. Она работает на аккумуляторах. Аккумуляторы, блин, большие какие-то. А-а-а! Он звенит. Слушайте, короче, здесь вот такие вот аккумуляторы размером 18650. Когда открываешь, загорается красная кнопка. Слушайте, классная штука. Обязательно распакуем, посмотрим, как он работает. В том плане, как его настроить, какой его функционал. Я его себе сегодня запилю. Но то, что его можно подключить к смартфону, это большой плюс. Это значит, что мы его подключим потом к Smart TV Box и будем смотреть, как это вообще реализовано. Прикидывайте. Вот он мне звонит, кстати. Ага, я нажал на кнопку, он мне звонит на мой телефон. Слушайте, классно вообще. Все, мы это дальше все будем разбирать и посмотрим. Слушайте, ну классно. Короче, подключу это все к Smart TV Box. Вообще, мне классно это настроить, чтобы это можно было так на телевизоре раз включил и смотреть, кто там звонит. Хорошая задумка. Не знаю, насколько его можно подвязать, допустим, к какому-нибудь хабу. Ну, в принципе, со всем нужно разбираться. Но затея хорошая. Цена его действительно, ну, он недорогой. Он вообще недорогой. Это М10, но он с поддержкой microSD-карт. Это HD. Фактически у него устроена HDK. Камера, motion sensor. Инфракрасный этот. Инфракрасный датчик. Или как там там. Инфракрасная подсветка. Я должен видеть, когда там темно. Есть крепление. Черт возьми, слушайте, крутая фигня. Есть крепление. Вы можете его закрепить, зафиксировать. Еще и двухсторонний спикер. Вы можете разговаривать. Нажал на кнопку и разговаривать там, что-то доносить. До человека, который вам звонит. Давайте еще раз нажмем. Все классно, звонит. Хватит уже. И, короче, ребят, вот так вот. Ссылки ложу в описании под видео. Классная штука. Всем советую. Я первый раз с такой фигней столкнулся. И игрался, наверное, часа два. Тут вся студия стояла. Перед тем, как переходить, обозревать вот этот вот дверной звонок, умный дверной звонок, я хочу вам напомнить, что у нас на канале разыгрывается видеокарта. Да, игровая видеокарта. Вот такая вот Sapphire Nitro Plus. Крутая. 8-гиговая, 256-битная. Блин, Radeon RX 590. Все условия в описании под видео. И если там уже нет этой видеокарты, то там 100% есть приз не менее крутой, чем эта видеокарта. Так что, проходим по ссылке в описании, смотрим, участвуем. Там вообще все, практически ничего не надо. Подписаться, там еще что-то сделать и все хорошо. По крайней мере, денег я с вас точно не потребую. Ну и, конечно же, нажать подписаться, дернуть за колокольчик. Главное, хвостика с колокольчика не оторвать, для того, чтобы вы не пропустили все то дальнейшее интересное, что у нас будет на канале. Это видеообзоры, модификации и очень много всего вообще крутого. Поэтому, нажали, подписались и услышали от меня. Ну а сейчас я говорю вам хавабанга. Это же Бубльгум. Поехали! Та-дам! Вот такое вот видео-дорбелл. Звонок М10. Такая себе, знаете, штука. Это наш, наверное, первый ход к построению смарт-дома. И вот этот вот именно М10 мне очень сильно понравился. Брали мы его на Banggood. Вот специально для наших зрителей, потому что очень часто спрашивают именно системы умного зодома. И мы решили начать с видеозвонка. На самой коробке указано, что он подключается к Wi-Fi. 3,7 вольт батареи. H.264 кодекс. 166 градусов угол обзора. И двухнаправленное аудио. То есть вы сможете общаться с оппонентом на той стороне звоночка. Поддержка постоянного мониторинга. Короче, давайте его посмотреть, что у нас здесь есть. А здесь у нас есть вот такой вот звоночек. Оу, слушайте, он симпатичный. Такой себе прикольный. Слушайте, вообще огонь. Сейчас я сниму пленочку. Лишу его девственности, скажем так. У нас есть с вами здесь глазок. Я так понимаю, что здесь есть инфракрасный датчик. Слушайте, микрофон. Снизу у нас, скорее всего, динамики. Сзади есть крепление для крепления к стене. Сейчас попробуем. О, да, есть. Снизу, потому что видно по самому креплению. Здесь есть винт крепления. Скорее всего, для фиксации открывается он. Это само крепление на стену. Удобно. Работает он у нас на трех аккумуляторах 18650, походу. Три аккумулятора 18650. Кстати, ссылочки на разные аккумуляторы положу в описании под видео обязательно. Заряжать их можно самыми простыми зарядниками, на которые я тоже ссылки положу в описании под видео. Слушайте, прикол. Три аккумулятора. Насколько их хватит, непонятно, но должно, в принципе, надолго. Хотя, я так понимаю, вот эта штука для подключения внешнего питания. Есть кнопочка Reset. Больше у нас... О, он загорелся. Ай, какой звук прикольный, противный. Сейчас будем разбираться, как его... Так, хватит нажимать. Это я сам себе говорю. Сейчас будем разбираться, как его подключать. В принципе, сама по себе поверхность матовая. А вот эта вот черная поверхность, она глянцевая. Она припадает сразу же пылью и маркой. Но я так понимаю, что его постоянно руками трогать не буду. В принципе, он будет висеть либо на воротах, либо в подъезде. Что вот это за штука, мы сейчас поймем. Что у нас есть еще в комплекте. Давайте мы пока отложим эту штуку. Есть у нас инструкция. Инструкция у нас на английском языке, но она интуитивно понятная. Достаточно интересная. Смотрите, что у нас есть на главном экране. Здесь есть датчик движения. Есть у нас сенсор... Вот это вот у нас сенсор света. Это микрофон. Ну, само собой, кнопочка. Есть линза. Короче, как-то так. Больше здесь ничего не объяснили. Также у нас есть крепежные элементы. Слушайте, а прикольно. Крепежные элементы. Я люблю, как доложат нормально крепежные элементы. И есть вот такие вот штуки. Что это за штуки? Ага. Знаем, что это за штуки, кстати. Эти штуки для подключения внешнего питания. Делается это вот таким вот образом. Они просто-напросто прикручиваются. Вот у нас, я так понимаю, что здесь даже описано. Сейчас мы найдем... Да, вот есть у нас подключение внешнего питания. Сейчас мы посмотрим, что у нас подключается. AC. Нормально. Сверху у нас есть USB и разъем для TF-карт. Так, разъем питания для TF-карт, куда мы сразу вставим карту памяти. Это для того, чтобы он записывал то, что происходит. Хотя, в принципе, иметь звонок и записывать на карту памяти, которая будет стоять снаружи, это, конечно, еще то удовольствие. Но, в принципе, будем сейчас разбираться. Из крепежных элементов у нас с вами есть дюбеля для того, чтобы закрепить его в стену. Четыре контакта. Ну, четыре точки, понятное дело. Откладываем. Будем потом крепить. Когда я буду его себе монтировать, однозначно. Есть у нас два винтика для крепления активного питания. Тоже молодцы, предусмотрели зачет. И есть у нас вот такой вот винтик. Это именно, когда вы уже закрепили эту штуку на стену, намертво вставили звоночек. И с помощью этой штуки, уже на самой стене, закрепили. И он у вас получается монолитный. И ничего у вас вот не двигается вообще. И вот, в принципе, будем теперь с вами разбираться, как к нему подключаться. И его возможности в паре со смартфоном. В принципе, я так понимаю, что его можно подключить и к смарт-ТВ-боксу. Для того, чтобы он работал, нам нужно с вами сосканировать QR-код. Вот здесь у нас есть куча QR-кодов. Надо их перевернуть для начала. Убираем все это, убираем. Нам будет только мешать. Звоночек в сторону. Пакетики тоже в сторону. Так, сканируем наш QR-код. Устанавливаем файл. В принципе, он есть такой же и в Google Play. Я сосканировал его прямым файлом. Открываем его. Устанавливаем. И можно убирать нашу инструкцию. В принципе, все эти приложения настраиваются одинаково для всех IP-видеокамер. Чем, в принципе, является этот звонок. Только лишь с расширенными функциями. Приложение установлено. Открываем. Разрешаем доступ к файлам мультимедиа. Разрешаем снимать видео и записывать аудио. А вот здесь вот он нас просит включить разрешение на нотификацию. Даем все разрешения для приложения. Нажимаем ОК. И уже здесь мы с вами будем добавлять само устройство. Нажимаем Added Device. Нажимаем Setup Device. И на текущем моменте нам придется его опять откручивать. Потому что нам нужно получить с вами доступ к кнопке сброса. Люблю я трудности, конечно. Сначала закрутить. Нажимаем и держим в течении 5 секунд. Вот. Появилось System Reset. У нас здесь написано с вами о том, чтобы нажать на Reset. И все. И теперь ждем. Вот. Видите? Теперь он готов для спаривания, скажем так. Нажимаем Yes. Он просит единоразово переключиться на сеть 2.4 ГГц для настройки. И нажимаем Next. Он говорит, что он получил информацию о спаривании. А вот теперь мы его можем назвать. Мы его назовем, наверное, Front Door. Зададим ему пароль обязательно. Выберем, что он расположен не в Китае. И нажимаем Finish. Он подключается к самому устройству. Все. Он видит потолок. Кстати, сейчас, если нажать на Play, то он будет воспроизводить то, что здесь происходит. Вот я. Кстати, можно задать, чтобы это было HD-видео. Привет всем. Сейчас мы снимаем. Вот такой вот камерой мы снимаем. То есть, это вот функция видеокамеры в таком вот варианте. Кстати, там есть... Он записывает сразу на карту памяти. О, я себя слышу. А еще я могу себе говорить в звонок. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ух ты, слушайте, слышно вообще. Ну, сейчас я проговорю в звоночек. Раз, два, три. Да, слушайте. Здесь есть двойное, двунаправленное аудио. То есть, если вам кто-то позвонит. Сейчас мы проверим, как это выглядит. То сразу же будет... Вы сможете сразу же общаться с человеком. И задать ему вопрос, кто он и зачем он сюда пришел. Также здесь идет запись. Вы можете перематывать. И он будет показывать, что было. Вот, пожалуйста. Все, возвращаемся в Go Live. И, в принципе, слушайте, ну интересно. У нас также есть альбом, скажем так, где хранятся наши скриншоты и наши видеозаписи. Вы можете это все дело скачать. А ну, сейчас мы зайдем. Вот, попробуем это видео посмотреть. Вот, видео есть. Так, перед тем, как попробуем сам звонок, давайте с вами пойдем в настройки. Посмотрим. Принимать звонки. Да, принимаем. Сейчас мы call in. Если у вас есть подключенный клауд, то, в принципе, вы можете настроить сюда еще и cloud storage. Он будет хранить это все на каком-то облаке. Поехали в главном меню. Посмотрим за настройки. After Run Management. Обязательно ставим все разрешения, которые он просит. Так вот, на счет прекратить оптимизацию расхода. Это для того, чтобы XHA CAM работал у вас в фоновом режиме и сам звонок мог до вас дозвониться. Это обязательно нужно сделать. Например, если нажать сейчас на... Вот происходит у нас входящий звонок. Мы нажимаем ответить. И мы видим с вами интерфейс этого самого звонка. Дорбелла, который мы сейчас помашем ручкой. Вот, пожалуйста. И вы можете кому-то там задать вопрос. Ты кто там и чего нужно? Слушайте, ну крутая штука на самом деле. Опять я себя вижу. Поэтому положим наш звоночек и попробуем дальше. Что он еще умеет? Ну и рожа у меня шарапов. Заходим в саму камеру и смотрим, что у нас здесь есть. Какой-то круиз. Это цикличная запись. То есть, когда у вас будет проходить запись на... Вернее, на флешке не будет хватать памяти. Он будет записывать постоянно в цикличном режиме. Voice это включение звука на самой этой штуке. Чтобы слышать постоянно, что там происходит. То есть, вы, например, включили, посмотрели, что у вас возле двери происходит. И, в принципе, можете включить, послушать, что там происходит. Знаете, что я еще хочу проверить? Я еще хочу проверить, чтобы мой смартфон работал в сети 5 ГГц. И дозванивается ли подключенный вот этот вот звонок, если мой смартфон будет в 5 ГГцовой сети. Давайте попробуем. Да, дозванивается даже, если ваш смартфон находится не в одной сети. Вернее, не в одной подсети, не 2,4 ГГц. Кстати, на 5 ГГц это все работает намного лучше. Быстрее срабатывает. Слушайте, а мне нравится. Давайте сейчас заблокируем, попробуем, как он вообще работает. Да, все работает. Слушайте, крутячая вещь, а? Потом обязательно попробуем его, как он... Смотрите, у него даже реакция такая достаточно крутая. Привет! Привет, это Бабл на канале Технозон. Йоу! Слушайте, класс. Класс, класс, класс. Ну и что, что качество не Full HD? Ну, зато вот такая вот камера у вас стоит на двери. Она записывает, что происходит. Ну, давайте попробуем перемотать куда-нибудь назад. Оп. Да, слушайте, запись мгновенно. Давайте, что-нибудь, что тут мы можем... А, мы можем еще и записывать прямо. Вот, прямо вот записываем то, что происходит. Слушайте, он записывает прямо в смартфон. Например, подсматривает за соседями. Круто, когда что происходит. Вообще класс. Ну, ребят, хочу пройти, прорезюмировать видео. Достаточно крутая камера. Вернее, достаточно крутой дорбел. Я так понимаю, что его можно еще и настроить. Мы потом попробуем его настроить на нашем Xiaomi Mi Box и подвязать его, например, к Mi Home какому-нибудь. Или вообще там просто развитие системы умного дома. Если кому интересно, подписываемся. Ну и как вывод хочу сказать, что, блин, охренительный сверной звонок. За те деньги, которые он стоит, а он практически ничего не стоит по сравнению с удовольствием, которое я получил, играя с ним. Это вообще классная штука. Я не знаю, я так не радовался. Вернее, я радовался последний раз, когда мне вертолетик дарили. Я как дурак бегал по студии и с вертолетиком тут было. Все круто. Все вешались от моего жужжания. Вернее, от жужжания вертолетика. И эта штука на втором месте пока что как игрушка. Поэтому мнение канала Технозон. Дорбел М10. Видео Дорбел М10. Вот агенная штука. Мы ее настоятельно рекомендуем. Недостатков, может быть, не кто-то найдет. Но за такую цену я и прощаю все. Ты прощена, малышка. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. И видео Дорбел на канале Технозон. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok